И другим темам. Медиахолдинг ОТВ продолжает совместный с фондом Родная проект Добрые Среды. Сегодня герой нашей рубрики трехлетний Вася Рыжков. У мальчика детский церебральный паралич. Деформированы стопы, поэтому он не может ходить. Но врачи говорят, что это не приговор. Юлия Савосина с подробностями. И вот я должна почувствовать, вот он тянется здесь. Я прямо чувствую, когда он расслабляет уже. Массаж Надежда Гавриленко делает Васе несколько раз в день. Нужно размять суставы и сухожилия. Затем Надежда надевает на ноги мальчика грузы. И вместе с ними Вася пытается ходить. Сделать один шаг, затем второй. Это позволяет укрепить мышцы. Такие постоянные тренировки дали результат. Он плохо сидел. Постоянно у него болталась голова. Вот так ползать на ручках он не мог. Он постоянно проваливалось у него. То есть очень слабые мышцы. Ну и спастика была большая. Вот спастика была сильная. То есть если пыталась я за одну ручку, там он вообще не ходил за одну ручку. Он просто свалился как в мешочек. У трехлетнего Васи Рыжкова детский церебральный паралич. Лечением и воспитанием ребенка занимаются бабушка с дедушкой. Родная мать Васи год назад отказалась от сына. Надежде тогда пришлось уйти с работы и бросить спорт, чтобы ухаживать за внуком. До этого несколько лет женщина завоевывала медали на чемпионатах подзюдо среди ветеранов. Теперь семья живет только на пенсию Васи и зарплату дедушки, вкладывая почти все в реабилитацию мальчика. В квартире для Васи каждая игрушка может стать средством реабилитации. Например, вот такая вот обычная детская лошадка может стать ипотерапия. Это позволяет Васе развернуть правильно таз и усиливать работу мышц, чтобы потом начать ходить. Чтобы Вася начал уверенно ходить, ему нужно пройти дорогостоящую реабилитацию. Стоимость курса 153 тысячи рублей. Один Вася прошел и благодаря этому начал самостоятельно ползать. Впереди еще несколько этапов лечения в июне и сентябре. Оплатить летний курс семье помогли неравнодушные люди. Теперь идет сбор на осеннюю реабилитацию. Все-таки сумма для Гавриленко достаточно большая. Приятно то, что бабушка не сдается, она вкладывается в него, она видит в нем смысл жизни и помогает ребенку преодолеть все эти трудности, не детские, которые на него свалились. И в этом стремлении нужно поддерживать родственников, нужно поддерживать этого малыша для того, чтобы у него был шанс на полноценную жизнь. Этот шанс у мальчика есть, заявляют врачи. Интеллектуально Вася ничем не отличается от обычного ребенка. Просто ему сложнее даются обычные вещи. Если вы хотите помочь Васе Рыжкову, отправьте смс на номер 7522. В начале сообщения напишите слово «родная» и через пробел укажите сумму. Ее спишут с вашего мобильного счета. Отправить сообщение можно с номеров операторов Билайн, МТС, Мегафон, Теледва и Йота. Возможно, оператор сотовой связи попросит подтвердить платеж. Инструкция придет в ответном смс. Только в случае подтверждения деньги дойдут до адресата.